Давай, привет, привет. Доехала наконец-то до Лёлю спустя 15 лет. Вуглич. Мы уже сходили в одно здесь, по-моему, единственное кафе. На самом деле кафе больше, но это самое крутое, дешевое и вкусное. Ну да, я, кстати, согласна. Цены там вообще. Классные советы вам. Как называется? Орхидея, да? Орхидея. Если будете вугличе, то туда и заходите. Еда вкусная, обслуживание хорошее. Сейчас мы вышли на улицу, обсуждаем местную погоду. Пытаемся понять, Ярославль теплее, чем вугличе или нет. Но вот у меня такое ощущение, я, Лёля, тебе говорила, да, что по погоде кажется, что в Ярославле погода теплее, но ветер холодный. А тут наоборот, ветер вроде как теплый такой, ну теплее, чем в Ярике. А сама погода холоднее как будто бы. Это именно сегодня. Осадки очень. Дождик? Да, блин. Это было у нас утром в Ярославле сегодня и здесь тоже вроде бы было, мне кажется. Да, что-то такое было. Не очень хорошее. Поэтому гулять мы будем не так много, как хотелось бы. Но у меня пока еще есть трех шкафов, и мы там посидим. Да, но мы с вами еще вообще свяжемся. Привет, люди. Мы тут с Аленкой встретились. Не поверите, живу в Угличе и только сегодня зашла. А что вообще такое? Короче, какой-то спортивный комплекс для людей, которые тут играют в мяч. Забыла я, какая-то фигня называется. Вот клетка. Это у нас район солнечный. Наверное, стадион какой-нибудь. Да, наверное, стадион какой-нибудь. Да, вот у нас этот клуб, машиностроителя. Вон там у нас школа, в которой я училась. Это дом жилой. Сзади у нас почта, в которой стоишь 300 лет в одной кассе. Надо сзади, да, показать. Да, подвернись. Вон там пятерка зелененькая такая. Сзади такая фигня, которая отапливает весь почти район, наверное. И слово Лёля. Да, и слово Лёля. Мы сидели в орхидеи. В юбочке коротенькой. Да. Приезжайте в Углич. И у нас здесь клёвое кафе орхидеи. Вкусно и дёшево. Да, мы там как раз и были. Так, а что ещё тут сказать? Да, потом мы заснимемся все вместе. Вместе все. Потом заснимемся у меня дома на палочку. Окей. И, возможно, я одену какую-нибудь шмотку. Да, чтобы показаться в ней. Полный рост. Хорошо, но и так юбочка короткая, мне кажется, тебе идёт отлично. Да, люблю эту юбочку короткую. Так что всё отлично, всё. То есть, наверное, надо обращаться, а то как-то холодно. Да, а то мы тут что-то подзамёрзли немножко. Сейчас попробуем. Да, в общем... Эгегей! Мы сейчас тут вдвоём стоим, в этом вольере. В этой клетке. Мы теперь тут вдвоём. Лёля тут, как она говорит, первый раз. Я тут первый раз приехала, и уже я нашла новое место, в котором она ни разу не была. Ну да, потому что кто-то, то бишь я в танке. Ну мы вам уже где-нибудь из тепла чего-нибудь хорошего скажем, а то на холоде не очень получается говорить хорошее. Так что давайте. Вот, привет, мы снова вместе уже. И мы у меня. На бою моего великого Бартака. У меня была проведена экскурсия по квартире Лёли. Очень, кстати говоря, я хочу заметить чистая приятная квартира. Спасибо! По поводу того, что там что кажется кому, что не кажется, но это на самом деле не так. Видно, что приборка происходит, что вещи тут Лёля у нас убирает, как Золушка. К нам постоянно говорит видео, что прибирается, и видно. Всё вообще стоит супер, вообще классно. Так что Лёля-то молодец. Спасибо! Вот, черёг мы ещё не пили, ещё не успели. Платье у меня как раз он 9. Да, это я её уговорила надеть на видео в жёлтое платье, чтобы вам поднимать весеннее настроение. Пришёл товарищ. Да, к нам рвётся кот, он ещё не пришёл, но он пытается открыть дверь. Он её убьет, откроет. Большой котик до 9 месяцев. Да, вчера ему стукнуло 9 месяцев. Поздравляем Лёлиного кота. Он, кстати говоря, очень большой. Я Лёле говорила, что у меня был кот. Его звали Амур, что обозначало любовь по-французски. И он у нас жил 16 лет, хотя он был у нас больной, в общем. Животное было больной. Изначально он был у нас глухой. Белые коты такие бывают иногда глухие. И у него была грыжа. Но он у нас жил, и только в конце жизни он стал, у него, в общем, враг появился. В конце жизни он у нас начал болеть. И очень стал худенький. Но вот наш кот выглядел меньше, чем Лёлиного кота в 16 лет, даже в 15. Меньше, чем Лёлиного кота в 9 месяцев. Зачё-то он у меня вообще по сравнению с другими котами. Он не нервный. Слушка, Дашка. Слушай, он жрёт вообще? Он теперь пришёл. О, да, он пришёл. Давайте, может, его. Он к нам, наверное, не пойдёт. Фиг его знает. Кстати, у него там мисочка, в которой он сидит. Пойдёшь к нам? Как у тебя его зовут? Кишка, только он не всегда на него отзывается. И вообще, он в последнее время отзывается, только если я еду ему даю. Да, ну кот, кстати, я думаю, еду ему дают часто. Потому что он огромен. И сейчас он, видите, ожирёт уже третий день этих с пряткой, как они там... Перепёлок. А, он вообще, конечно, да, даёт кот. Вот, что ещё хочу сказать, что много обезьянов у Лёли. Очень много. Это да. Прям в каждой комнате смотришь, они сидят. Они сидят, наблюдают. Вот там лежит обезьянка. Они вообще, мне кажется, везде по всей квартире. Да, у меня даже лампа с обезьянкой. Сейчас попробую по освещению немножко по-другому. Посмотрим, как снять, может, получится напротив окна получше. Да, мне всё-таки объяснила, Лёна, как это всё-таки делать. Да, ну посмотрим. Я просто иногда так снимаю. Это не могла вникнуть, или я не так понимала, или я не так понимала. Да, кстати, у меня даже занавески держат обезьянки. А, да, я вот только сейчас заметила, когда мне Лёля сказала, они, по-моему, даже одинаковые. Да, это специальные были обезьянки для занавесок. Это значит, что надо, в общем, ходить и подписчикам опять рум-тур делать, но Лёля это отдельно вам сделала. Да, потом я делала отдельное полноценно, такое, на все три комнаты. Да, сколько обезьянок, где, чего, как. Вот, всякие запасы косметики Лёлиной, которые оказалось много. Да, вытянутые руки в глубины шкафа. Да, вот, посмотрите, потом вам Лёля отдельное видео снимет. Но пока вот так вот посмотреть, хорошая квартира, опрятная, чистая и вообще уютненькая даже. Вот, поэтому мне тут понравилось. Приезжай ко мне жить, пока я еще в этой квартире. У меня к тебе не приедет моя семья. Да, к сожалению, у нее есть семья. А может, к счастью. Или к счастью. Ну, я надеюсь, что все-таки строят вариант. К счастью, к счастью. Да, вот, поэтому я у Лёли побывала, потом все-таки мы договорились, ответный визит. Да. Будет Лёля, уж не знаю, пока я сейчас в старой квартире или уже, когда я потом перееду. Возможно, даже так будет, вот, чтобы там у нас есть дела, кого-какие с компьютером, да, Лёля, и там посмотрим, блин, что-то может получиться, да и просто так в гости сходить тоже можно. Вот. Ну, наверное, все. Мы пойдем сейчас пить чаек и, возможно, снимем вам еще одно видео. Да, поэтому, наверное, не пока еще. Да. Я тут под... Уже ты записываешь? Да, пишу, пишу. Я тут под впечатлением. Вот смотрите, какая красивая баночка. И вообще здесь такой обзор. Вот такие... Такая красота. Я тут под впечатлением нахожусь. Я разградываю Лёлины баночки с чаем. От этого я очень релаксирую, и тут все такое красивенько. Так что... Вон, у меня даже браслетик есть. Лёля мне его презентовала. Вот. И поэтому я тут в нем нахожусь сейчас. Ну, мне он так нравится сейчас по стилю. Вот. И мы уже... Дело, как говорится, к вечеру. Нужно потихонечку двигаться домой. Чего делать не хочется. Да, Лёля. Внезапно время как-то пролетело быстрее, чем казалось. Отказать. Когда по магазинам ходишь, оно как-то и так быстрее летит. Да. Чем когда ты трататачи обьешь и видос пишешь. Да. Всех в подарках. Вот. Лёле я привезла вроде нормально подарочек. О, большой такой пакетик. Да. Но это было еще подарки за день рождения. За 8 марта. За встречу в реале. Да. Они наконец-то до Лёли доехали. И по большей части не бушные. Если кто-то думает. Ну так, пару водичек она тебе привезла. И на мне сейчас помадка как раз, которая вот от Алёнки. От Поберлик. Такая классная-глассная. Мягкая-мягкая. Жирная-жирная. Круто ложится. И Лёля видела, что эту вещь я не распаковывала даже. И с этим оставила еще тебе запакованную. И по-моему она пахнет шоколадкой. Помада сияние в цвете, по-моему. Сияние что-то там. Вот. Да, мы вот сейчас сидим здесь, находимся. А я тут в предыдущем видео была в шарфике, который мне подарила. Вот. У меня два шарфика целых. Но я вам их потом покажу. У меня тут есть и косметика из интересного. И игрушки. Да, да. На мишке. И есть у меня вот они. Да. Никто не рискнул этого на этих мишек. И про шарфских коллекционных. А у меня сын их очень полюбит, заценит. Они к нему поедут. Аж три штучки целых. Да, они к нему поедут. Но он у меня очень любит ими играть. И еще главное их считает. Их говорит цвета. Да. Вот. Ну, в общем, ими играется. Им они очень нравятся. Играют. Теперь у него будет вместо двух целых пять. Да. У него было два, ты прошел. Теперь у него еще три штучки. Вся коллекция мишек. Да. Вот. Еще от Лёрика мне поедет очень вкусненько, пахнущий и в таких же красивых коробочках чай. Вот. Который, как Лёля говорит, способствует тому, чтобы похудеть еще лучше. Чем я и буду заниматься. Особенно после сегодняшней нашей встречи. Мне, наверное, придется это долго делать. Да, Лёля? Вкусняшками меня угостили. После кафешки. Еще. Еще после кафешки. Еще меня угостили сладким, горьким шоколадом, который Лёля сама сделала. Угостило меня то, что ей дарили из вкусняшек какие-то там всякие штучки. Вот. Но особенно меня порадовало то, благодаря чему я, наверное, впала в детство. Это клюква в сахаре. Если кто-то знает, о чем я говорю сейчас, это, наверное, 90-е годы, да, Лёля? Наверное, все-таки. Клюква в сахаре. Это вообще, я не знаю, я очень люблю клюква в сахаре. Но редко где ее вижу, во-первых, в магазине. Она сейчас не часто у нас вообще в магазинах в Ярославле встречается. Вот. А тут я прихожу, у Лёли клюква в сахаре. У меня сразу так ностальгия. Детство, юность проплыло все, промелькало перед глазами. Вот. Я думаю... Вся жизнь прошла. Да, да, передо мной. Нет, вся лучшая жизнь на самом деле, потому что клюква в сахаре раньше себе могли позволить только на праздники, на большие семейные, потому что это считалось такое лакомство, которое там... Ну, то есть хорошее воспоминание детства, потому что это именно такое вот что-то домашнее, семейное, что-то такое приятное. Вот это вот эти вот воспоминания. Именно они, это клюква в сахаре. И зефир. Про остальное я могу не говорить, чтобы себя не компрометировать. Ну, клюква в сахаре я так удивилась, я думала, только я ее люблю. Клюква в сахаре нас роднит. Да, клюква в сахаре, форелла. Прямо вообще. Вот. И при том, ты покупала там развес, да, как я понимаю. Я видела какие-то, знаете, такие коробочки маленькие, где, ну, цена не скажу, что, да, большая, но там какой-то мизерный объем этих грамм, который там есть. А тут такой пакетик, прихожу добротно, неужели? При этом я его еще поела где-то на 3-м. Да, это она его еще при этом поела. То есть там пакетик-то был вообще, ого-го, какой клюкв в сахаре. Вот. То есть еще какие-то сладости, да, ты мне давала шоколад. Так, горький шоколад. Потом этот мятный шоколад, мятный горький шоколад. И этот, кокосовые конфетки отделить. Ну, можно сказать, что молочного шоколада здесь не было, который самый вредный для фигуры. Это мы себя сейчас оправдываем, особенно я в данном случае. Вот. Но шоколад вкусный, хороший. Лёля в обзорчике на него делала, я знаю. Вот. Поэтому смотрите, слушайте, что говорят. Это все правда. Я на себе это попробовала, испытала. Протестирована на Алёна. Протестировала. Да. И смотрите, она еще живая. Это точно. У меня ничего не случилось. Живая, здоровая, радостная. От встречи и от того, что вы угостили. Спасибо, Лёля, за гости. Принциплина показала свои апартаменты. Не побоюсь этого слова. Вот. Показала своих обезьянок. Показала свои чайки. Вот. Тут все такое, как сказать-то, мне кажется, каждая вещь почти знает свое место. Где и стоять. Продумано, Лёлей. Если духи, то отдельно стоят духи. Если отдельно, там у тебя косметика, да, стоит, то отдельно косметика. А если чьи, то вот здесь вот полочка. А, тут еще полочка целая вот. Вообще. Лазю по чужим полочкам. Ничего. Мы обычно люди лазают не спрашивая. А там человек такой, не лазит. Как это так не лазит? Нет, я не лазю. Надо засунуть, чтобы залез. Передо мной все выставлено. Это то, что должно быть каким-то сбором, но все-таки чего-то мне надо. Тут, в общем, выставлено мне красивые баночки. Как выяснилось, что Лена не только любит баночки, но и просто красивые баночки. Чего бы нет. Мы все девочки, девушки, женщины. Мы любим красивые вещи. Мне кажется, вообще баночки. Особенно, если они красиво расставлены. Вот что мне у Лели понравилось. Если игрушки. Я уже, если честно, человек взрослый, я не увлекаюсь игрушками. Но когда они красиво расставлены, мимо этого сложно пройти. Вот это как раз у нас там будет тег такой. Это как раз к тому вопросу. По поводу игрушек. По поводу взрослой стены. Что образа серьезности его? Серьезности. По поводу серьезности. Но иногда можно быть несерьезным человеком. Изредка. По поводу бижутерии у Лели все в отдельной коробочке лежит. Человек очень следит за порядком. Если честно, мне кажется, даже больше, чем я. Вот. Поэтому, если кто-то чем-то там со стороны на камеру кажется, так вот, девушки и ребята, это вам просто кажется. Welcome to hell. Пока еще. Если честно, тут вообще такой, по сравнению с моим домом, прибранность. Что вообще просто супер. Вот это все, что я могу сказать. Я что-то не заметила, что тут что-то валяло. Ну, Леля тут вообще прибирается. Это как бы видно сильно. Все вещи на своих местах упорядочены. Ну, это так, чтобы вы знали. Но более подробно вы увидите у Лели будет на канале Рум Тур. Да. Прощание с квартирой. Прощание с квартирой. Представляете, Леля прощается с квартирой, а я здесь первый раз в жизни. То есть у кого-то это новое, у кого-то только уже прощание. Да, Леля? Я уже застала прощание и познакомилась с котом. Да. Вот. Мы с ним познакомились, я ему даже пузико почесала. И прикиньте, он ее даже не царапал и не кусал. Нет, у меня есть опыт большой со своим котом, видимо, он еще дает о себе знать. У меня же был кот, он вообще у меня был ручной, и он так все время мурчал, ласкался. Как мы с Леолей сегодня говорили про кота, что он залезает иногда на какие-то места, которые чувствуешь на что-то. Брык на шею. Да, если это приезжает, болит, вот знаете, когда сидишь в одном положении долго, например, сиди за компьютером, у нее шея начинает болеть, и кот на шею так раз, к ней залез, лечит, мурчит там. У меня он на живот залезал, на всякие, на ноги, например, если устали, когда отходишь. На меня, на папу залезал этот кот, и у нас, я чувствую, сегодня этот тег будет точно не про косметику. Но это ничего страшного, по крайней мере, о нас узнают, что мы не подвинутые люди, как некоторые думают, что мы снимаем только про косметику, что мы не такие люди, что нам только нужна косметика в этой жизни. Вот мы встретились, пообщались хорошо, и про косметику мы сегодня, Лёля, говорили очень мало, да? Да, и вообще, я так довольна нашей встречей. Да, потому что сегодня у нас был такой домашний, обсуждательный какой-то такой, в общем, такая встреча, да, и тег у нас такой получается. Ну, как, посидели, отдохнули, как говорится. О косметике у нас на канале, я думаю, что все знают, и у меня, и у Лёли предостаточно. Да. Вот, думаю, иногда подписчики тоже хотите отдыхать от этой темы косметической. Вот, скоро на моем канале я немножко, да, Лёлю скажу, если кто-то меня смотрит, проходите по ссылке, будут начнутся видео о похудении, и они будут выходить довольно-таки часто. Может быть, кому-то интересна эта тема. Я буду рассказывать о комплексе, который я буду применять. Но это я так не буду говорить, какой комплекс в этом видео, потому что это мы вместе с Лёлей снимаем. Но Лёле, может, тоже будет интересно. Ну да. Какой же у меня будет комплекс, потому что я не буду зацикливаться только на одних упражнениях или только на одних, там, ну, то есть, сходил, да, например, в качалку, все, не ешь нормально, все, вроде должен худеть. Я вам там расскажу больше, что я буду применять, что я буду делать на себе, и я это в течение двух месяцев буду делать. Я это проверю, работает это или нет. Да. Если это работает, я потом тоже вам итоги выложу и расскажу, как это все будет, но это так. Может быть, кому-то эта тема тоже интересна, или просто кто-то хочет потянуть свою фигурку, не только похудеть. Вот. Но об этом я расскажу уже отдельно в своих видео. Вот. А с Лёлей мы сейчас пойдем меня сажать на Блавлакар. Да, опыт Блавлакара. У меня так и не получилось в свое время, но... Я утром к ней приехала на Блавлакар. Я на ней протестировала. Утром я приехала на Блавлакаре, вот, с водителем на машине. Понятно все. Нет слов, одни эмоции. Вот. Водитель хороший оказался. Ехал, он не гнал ничего. Опыт у него, видно, что он... Там написал, у него опыт 18 лет. Лёнь, представляешь, 18 лет. Вождение на машине. И то бишь, ему 33 года и 18 лет. А то он с 15 лет водит, как моя сестра, правда, на 14 лет. Ну, с 15, наверное, начал, да. Вот. Поэтому у него очень большой опыт. Ну, с 18 лет он точно водит. Это факт. Вот. Поэтому он вот впервез утром. И довольно-таки быстро он довез, но меньше, чем за 2 часа. Сейчас я обратно поеду тоже. Буду этим опытом. Вот. Но потом я вам всё расскажу, потому что у меня есть пакетик большой от Лёли. Я тоже потом расскажу про пакетик. Да. Ну, там мы вам расскажем. И там, кстати говоря, в этот раз тоже говорит о том, что вы люди, не только будь косметика. Вот. Если кто-то не любит прям такие косметические видео, да, есть такие люди, которые любят там, например, просто посмотреть, как люди живут, там теги, всякие влоги. Вот. Влоги я, к сожалению, не снимаю, но вот с Лёли мы сняли. Вот. И мы сняли и влог, и тег. Так что мы вообще... Как раз девочка какая-то у меня в подписке вопила, что она хочет этот влог. Вот теперь ты его получила. Не, не только она. У меня тоже спрашивают про влоги, там, про жизнь и так далее. Если что, я всех буду посылать к этим видео. Да, я как раз это сделала плейлист, в котором вот вот этот видос там, правда, теперь только... Пока что там только два влога с Алёнкой, но... Это третий. Это... Это по-правнимо. Не последний. Я теперь узнала тропинку в Углич. Да. И если получится, я сюда... Ну, первый раз, но может не последний. Да, я надеюсь, потому что хоть погода нас сегодня подвела, но такое болтологическое... Видео... Болтологическая встреча. Даже просто у меня на хате, на кухне и вообще, и даже в кафешке. Да, так что всё у нас было отлично. Надеюсь, вы за нас рады, и мы с вами будем уже заканчивать, потому что скоро мне надо ехать на машинке домой. Вот. Поэтому... Это влияние Лёли. Машинка, квартирка. Чего там ещё у тебя? Сейчас. Баночки. Баночки. Да, потому что улич небольшой город, и здесь дома в основном, если кто-то не знает, и здесь не был, я-то просто первый раз же. Дома здесь двух-трёхэтажные пяти, да, Лёли, самая большая? Пяти. Вот. А у нас в Ярославле, у меня есть за домом, вот где я буду жить, я вам расскажу, да, 17-этажка. Ну, то есть, понятно, у нас всё большое. А здесь всё такое маленькое, миниатюрненькое. Да, большая моя работа двухэтажненькая. На первом этаже больничка, а на втором этаже библиотечка. Да, там всё такое небольшое, маленькое, миниатюрненькое. Вот, и миниатюрненькое, вот, я побоюсь этого слова. Впервые в жизни слышу вслух миниатюрненькое, обычно читаю. Прикольно, да, 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 значит, прикольненько здесь. Ладно, сейчас я отклонюсь с этой темой, будет вообще весело. Это, наверное, влияние Углича и Лёлина мне сказывается. В общем, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Я думаю, не последних. Пока. Да, всем до свидания.